Запорожцы помогают участникам АТО не только с переоборудованием военной техники, с наступлением холодов. Одно из первоочередных заданий для тех, кто поддерживает нашу армию материально – снабдить бойцов тёплыми вещами. Обеспечить участников антитеррористической операции всем необходимым. Представитель партии «Сильная Украина» бизнесмен Андрей Гамов передал бойцам запорожского спецподразделения милиции комплект из зимнего обмундирования. Здесь, уверяют, помощь пришла очень кстати. Необходимым для несения службы на передовой в осенне-зимний период бойцы пока не обеспечены. Министерство внутренних дел на данный момент, ну и я, как знаю, на данный момент ни одного костюма зимнего, неутеплённого, никакого не получили. В американской армии или в другой армии НАТО у них помимо обычной штановой курточки идёт ещё термобелью, дождевики. Это специальный человек получает сумку, и в этой сумке весь комплект. У нас такого в жизни не было. И вот мы хотим, чтобы такое и в нас было, потому что разные условия несения службы. Сегодня дождь, завтра грязь, послезавтра снег, а у нас ничего нет. Никто не сможет сейчас предсказать, насколько взорвавшиеся наши бывшие друзья и братья, насколько они готовы остановить, положить оружие, потому что, к сожалению, война очень многим выгодна. Не успевает государство обеспечивать материальную армию. И, конечно, мы откликнулись на просьбу наших боевых товарищей о том, что нужно помочь зимним обмундированием. И в течение месяца будут полностью укомплектованы все 100 человек вот этого спецподразделения. Переданные комплекты – это специальная обувь, тёплая флисовая одежда и водонепроницаемые камуфляжные брюки и куртки американского образца. Вот материал, смотрите, в неё можно носить воду, так берёшь, наливаешь воды, и если надо тебе воду принести, например, в больших объёмах, ты можешь в речке набрать, принести, там, будет литров 30-40 воды. Она не промокает вообще. Аналогичные комплекты зимнего обмундирования были переданы и одной из запорожских частей Национальной гвардии. Поддержать тех, кто на страже мира и безопасности на нашей земле – обязанность каждого украинца. Продолжение следует...